добрый день дорогие друзья хочу поделиться небольшим опытом по ремонту вот такого вот игрушечного тепловозика судя по всему наверное гдр вский не могу точно сказать даже номерочку здесь есть такой вот у него коробочка вот такая немножко вот этот тепловоз много 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 лет стоял без движения лет на 40 с лишним наконец-то у меня руки до него добрались чтобы его разобрать надо открутить вот этот винтик сверху одни единственные откручиваем удобнее всего пинцетиком все это брать мелкое все вот ну и соответственно все винтик открутили и кабина просто снимается вверх отставляем кабину значит видим внутри что внутри у нас внутри у нас вот такое хозяйство здесь сразу стоят два утяжелителя они просто снимаются вверх вот остается рама с тележками электродвигатель и вот такие вот привода карданчики с шестеренками все значит чтобы добраться до тележек надо всего лишь здесь снять вот эти вот защелочки я сейчас попробую показать вам просто сжимаем их пальцами двух сторон и снимаем вот такая вот защелочка так скрепочка такая и соответственно мы поднимаем электровоз вытаскиваем карданчик из тележки извините одной рукой снимаю вот сейчас попробую вот и все остается в двигателя на двигателя карданчик вот она отдельно тележка на тележке сразу видно значит покажу проволочки для передачи электроэнергии средств вот они все четыре они бывают частенько соскочивший я уже его отремонтировал меня основная проблема в том было что проволочки вот эти были вот таким вот образом сейчас продемонстрирую они были вот я ее уже поправила она уже на место ставится вот таким вот образом были сняты все и соответственно контакта не было еще и даже можно не не разбирая саму тележку тележка разбирается вот два винтика внизу откручиваете пластмассовое снимаете ну и колеса все вываливаются все эти проволочки вываливаются так чтобы чтобы это дело не произошло можно и совсем не разбирать всего лишь просто вручную здесь подогнуть эти проволочки собственно говоря что я и сделал вот но все равно мне да и собственно говоря вот кардан его можно точно также снять сейчас показывал пинцетику здесь внутри медные заплавлены туда в кардан сам медная фольга чтобы обеспечить привод на беретка на двигатель просто спас вставляется электродвигателя вот соответственно что еще могу сказать у меня проблема была основная не в этом проволочках электроконтактах вот в этих меня было вас на основная проблема в этой вот шести рион очки видите сейчас она свободно вращается она практически не вращалась очень-очень-очень туго видно старая смазка загустела на ней и она приклеилась квала снимается она очень просто точно также просто берете рукой снимаете я помыл вал вот этот вот вот этот вал и и на котором она сидит сейчас покажу вот он его помыл спиртиком вот смазал силиконовой смазкой жидкой и наделал эту шестереночку обратно надевается она точно так же просто берете надеваете соответственно когда ее надели самое главное чтоб она зуб зуб попала с приводной шестеренкой на валу колес вот и все вот она легко и непринужденно вращается и тележкой то же самое все проделывается абсолютно то же самое со второй тележкой все как бы под копилку вот единственное здесь тяжело снимать не то что тяжело так скажем надо приспособиться карданный вал вот в такой защите стоит на которой крепится значит пружиночки которые подводят вот эти вот медные видите вот которые подводят электроэнергию щеткам ведь щетки маленькие такие стоят уже не берет телефон вот вот видите щеточка и с той стороны точно такая вот точно так же я почистил вот эту приводную шестеренку которых на которую приходит карданный вал она точно также легко вращаться стала вот и поезд поехал единственное что еще сделал это я снял электрощетки и почистил там вал подними чтобы он грязно снимается они очень просто сейчас покажу просто эта пружинка медная пинцетиком пинцетиком отводится приподнимается отводится в сторонку еще . легко все это дело надо аккуратно съемка с коробочкой сколько ничего не потерять вот щетка вынимается он там точно также там все почистил тряпочки со спиртом все вот и соответственно все заработало вот что еще значит в кабине вот которую мы сняли первым делом там находится еще электроконтакты которые значит на двигатель передают электроэнергию с рельс это все происходит очень хитро вот они вот там выключатель но судя по всему он просто можно выключать вот этим поворотным винтиком идти под пантографом мы расположим либо включить либо выключить электровоз вот электроэнергия передается посредством вот этих вот пружинок с колес видите с одной стороны пружинка с правых колес она чуть повыше загнута чем на левых колесах сейчас смотрите вот это вот эти вот вот эта высокая пружинка она своим загибом этим высоким трется оба раму электровоза а уже с рамы вот этими контактами вот эти вот которые прижимаются к раме когда вы надеваете кабину через вот эти контакты все через выключатель и вот эти вот контактики сейчас покажу где плохо видно ну когда разберете увидите вот там пара контактов которые уже непосредственно передают электроэнергию вот на и вот на эти вот контакт и уже по вот этой пружинки в щетку ну вот собственно говоря вся и конструкция этого электровоз ну собирается все в обратном порядке вот довольно просто и непринужденное так что желаю всем удачи на протяжении старых ледовератских не забудьте подписаться иногда выкладываю что-то интересное всего доброго спасибо за внимание